Познакомить людей с литературными площадками Владивостока, презентовать книги местных авторов и опубликовать критические статьи на их произведения. Чтобы это все не потерялось в закололках интернета, писатели Владивостока решили создать первую литературную газету. Именно сейчас готовится пилотный выпуск, который можно будет увидеть уже в июне. Идея создания газеты принадлежит литературному объединению «Серая лошадь». Писатели говорят, что как ни печально, но Владивосток – это литературная провинция. Пишут в Приморье многие, но, как правило, никаких оценок и мнений никто на их творчество не высказывает. Таким образом, появляется некий литературный вакуум. Цель первой тематической газеты Владивостока – как раз его и заполнить. В газете будет, прежде всего, разговор о литературе, о местном литературном процессе, о местных писателях, поэтах, эссеистах. Будет публицистика, будет художественная проза, поэзия. Литературную газету так и назвали «Вакуум». Первый выпуск планируют напечатать уже в конце июня. Правда, тираж будет ограничен. Всего примерно 100 экземпляров. Купить эти газеты можно будет в музее Арсеньева, в Союзе писателей и на различных литературных встречах. К слову, первый номер будет состоять из четырех полос. Сегодня писатели активно работают над их наполнением. Упор хочется сделать, прежде всего, на наши литературные тусовки, на наших авторов, которые публикуются здесь, сейчас, которые так или иначе должны быть вписаны в общий контекст литературы, ну, как минимум в российском масштабе. К слову, авторы приглашают к сотрудничеству всех желающих, предлагают приносить им различные работы, связанные с местной литературой. Газета «Вакуум» будет выходить каждый месяц. Писатели надеются, что она не будет узконаправленной, а станет интересна всем жителям Владивостока, а, возможно, и Приморья в целом. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.